Главное, конечно, просчет был руководства Украины, да, что в тот момент, когда нужно было изолировать ядро заговора, переворота, вот этого не было сделано. То есть вы были заточечные силовые операции? Конечно, конечно. А какой был выход? Было несколько моментов, когда локализовали боевиков только в зданиях, в которых они находились. Ну, после этого следовали, так сказать, звонки господина Байдена, ну, видимо, какие-то... А звонки кому? Януковичу? Ну, естественно, Януковичу, если, так сказать, и после этого следовали, так сказать, от отзывы от решительных действий. А снайперы-провокаторы были с обеих сторон или как? Нет, конечно. Есть какие данные? Нет, конечно. Ну, поймите, что я с Януковичем общался каждый день. Вот. Я знаю, что он страшно боялся кровопролития. Он не хотел его, избегал его до самой последней минуты, когда уже, ну, все говорило о том, что беззащитные солдаты, беззащитные срочники столкнулись с организованными бандами боевиков и их начали убивать. И то не было приказа на, так сказать, вооруженный отпор. Поэтому, конечно, это была провокация специально, чтобы дать основание толпе разорвать этого Януковича на части. Им не нужен был живой президент. Для того, чтобы захватить власть, им нужен был Янукович мертвым. 22 февраля было подписано соглашение, досрочные президентские выборы в обмен на то, что оппозицию уводит протестующих, сдаёт оружие. Да, конечно. Конечно, разоружение. Вы гаранты? Да. МИД Франции, Польши, Германии. Здесь что, гаранты не выполнили свою роль? Или вы уже недооценили, что, в принципе, всем правит толпа и как будет, так будет? Нет, тут дело не в том, что гаранты-то оказались бумажными. Я уже говорил, что к основной скрипку играли не гаранты, а играли Соединённые Штаты Америки. Вы часто ссылаетесь на американцев. Какова цепочка была этого американского влияния? В те дни они не выходили из посольства Соединённых Штатов практически. И Ценюк там чуть ли не каждый день был, например. Квычко там и так далее, и так далее. Но специальная служба наша живела наблюдение за так называемыми лидерами. И мы прекрасно знали, там агенты были, СБУ, Служба безопасности Украины на Майдане внедрены. И мы, в общем-то, представляли и знали, о чём идут разговоры, чем. И поэтому-то я и говорю, Янукович, слушай, говорю. Что ты с этими, значит, куклами разговариваешь? Они ничего не решают, абсолютно. Их никто не слушает. И как раз боевики-то им и не подчинялись по факту. Ты разговариваешь с американцами. Они тут затеяли эту бучу. Весь цинизм и подлость этих боевиков заключалась в том, что они вперёд выставляли толпу. Впереди-то толпа. А что это за отряды боевиков? То есть кем они управлялись? Оппозиции парламентские, я так понимаю, что они... Да нет, конечно. Там был штаб самообороны Майдана. Так называемые, они с первых же дней. Вот всё было продумано достаточно. Неужели американцы этим рулили? Конечно. Конечно. Конечно рулили. Потому что, а кто им сообщал данные, например, о передвижениях спецчастей наших? То есть они осуществляли радиоперехваты всех разговоров. И информировали, так сказать, вот эти, так называемые, силы самообороны. И все управлялись, естественно, инструкторами, которые, так сказать, прошли богатую школу государственных переворотов. Американцы решили за эти 25 лет очень серьёзные стратегические задачи. Они вплотную изолировали Россию, так, от всего, так сказать, остального европейского мира. То есть, получается, последней каплей была Украина? Конечно. И вы её проиграли? Ну, конечно. Но мы её проиграли, так сказать. Давайте так. Я себя, конечно, корю за всё то, что, так сказать, мог бы сделать и не сделал. Вот. Но нельзя забывать о том, что если сумели Советский Союз развалить, да, то что там говорить за Украину? С чего, в общем-то, закончилась свобода слова? Она закончилась с того, что кто-то, получив власть, сказал, что эта идеология верна, а остальные идеологии не имеют права существовать. Коммунистическую идеологию запретили, если вы помните, да, и, по сути, они больше не представлены. Партия регионов оказалась во всём виновата. Любое инакомыслие стало считаться сепаратизмом. То есть, на всё то, что было непровластным, начали вешать ярлыки, и за это начали судить и садить. И тогда, в это время, молчали абсолютно все. Этот комитет спасения свободы слова должен был возникнуть именно тогда. Я пришёл поддержать Савика. Не потому, что он мне нравится, а потому, что это наше право выражать здесь своё мнение и слышать альтернативу мнений. На сегодняшний день, да, по первой статье Конституции Украина есть суверенная и независимая, демократическая, социальная и какое, подскажите мне, Антон, и правовое государство. Скажите мне, что за эти два года у нас осталось? Мы стали независимыми или суверенными? Да в нас играют все страны. Соединённые Штаты, Россия, Европа. Мы потеряли свой суверенитет. Мы зависимы от Международного валютного фонда. Почему вы в один ряд ставите Соединённую Штату России? Вот скажите, объясните мне, почему вы ставите в один ряд Соединённую Штату и Россию? Я беру любые страны, которые вмешиваются во внутренние дела моей страны и привожу их как пример. А Россия не вмешивается в ваши дела? Она просто отнимает у вас территорию. Савик, вот вы перебиваете одного меня. Заметьте. Почему я говорил, что я не очень люблю? Давай говорите, мы их от вас перебивали. Если можно, я закончу. Мы не могут жить в нашей территории. Мы не могут жить в нашей территории. Подождите, подождите, подождите. Вешать никого не надо. А я в какой партии? Вы партии? Да. Сегодня... Самое маратматическое в нашей стране. Но скажите. Не надо. Вы даже не знаете, но вы декламируете. Смотрите, я ещё... Ну так, вы говорите о том, у нас война идёт с Россией. Вы говорите про обстояние России и Америки. У нас погибают герои сегодня. А вы говорите про обстояние России и Америки. Мы стали демократическим государством. Тогда бы, если бы мы были демократическим государством, сегодня бы не было темы этой передачи. Вы со мной согласны? А по поводу правового государства, вы мне скажите, мы хоть на сегодняшний день... Сейчас идёт такое линейное, даже не линейное, а линейное программирование. Вам вместо своих мыслей навязывают какие-то постулаты. Я напомню, что когда победил Майдан, ещё был Крым. Не было войны на Донбассе. Была стабильная валюта. У вас были нормальные зарплаты пенсии, они росли. У страны постоянно рос ВВП. Сейчас это в два раза упало. Крым отдали. На территории идёт война, хотя её обещали прекратить в первый день, когда президент придёт. И ничего не выполняется. А как вы живёте и какую социальную функцию, да, одну из признаков государства, которую оно должно выполнять, вы сами понимаете. У вас обложили налоги, у вас забрали всё теперь через тарифы. Я ещё объясню, почему вот эти программы, мощнейшее оружие, в руках власти, как правильно сказал Анатолий, в руках олигархов. В руках олигархов, потому что рынок рекламы монополизирован, он упал. И, к сожалению, все журналисты и все каналы выживают за счёт каких-то прямых или непрямых дотаций, да, продажи эфирного времени, там, привлечения гостей, формирования публики, всего остального. А вот мы нет. Я сейчас ни в коем случае не показываю вас пальцем, и даже не хочу это обсуждать и дискутировать на эту тему. Но дело в том, что когда вам эти постулаты вкладывают, да, через средства массовой информации, вы перестаёте думать. А вы сейчас вернитесь два года назад и поймите, чем отличалось. Савик, я вас очень попрошу, да, тут вот, смотрите, к сожалению, на этом вопросе пропало два представителя БПП. И Гончаренко, и Наем. Вот куда они делись? Гончаренко пошёл на телеканал Интер, а у Мустафы свидание. Потому что вопрос сейчас неудобный. Потому что все до последнего человека, все до последнего человека в этой студии понимают, что причиной запрета на работу с Савику является, естественно, блок Петра Порошенко. Поскольку власть сейчас полностью моноболизирована у этой политической силы. У них ветвь президентская и ветвь премьерская, кабинет министров, да, то есть те, которые влияют на эти процессы. То есть на сегодняшний день ноги однозначно видны. И знаете, мы живём в Украине, а вот все их слова и бления напоминают нашу Рашу. Помните этого Александра Богодач, который всё время, когда в подъезде кто-то гадил, спрашивал, а кто это сделал? Кто это сделал? Вот они сидят и удивляются. Совершенно чётко понимают, что это их дело. И поэтому их на этом вопросе нет. Так вот, дорогие друзья, я пришёл сюда ещё поддержать Савика по одной простой причине. Я считаю, что эта площадка не должна становиться политической и быть вот одни, да, прокураторы там и обвинители, которые обвиняют власть, а вторые адвокаты, которые постоянно её защищают. Я считаю, что эта площадка должна... Савика по одной простой причине, да, прокураторы там и обвиняют власть.